Мы уже разобрали тексты Монеточки. Вы, надеюсь, посмотрели и теперь знаете о ней больше, чем хотели. Музыку также разберем. Аранжировки Монеточки делает Витя Исаев. Он музыкальный продюсер. И это не тот продюсер, который, Дяненька, вы точно продюсер, а он именно человек, который производит музыку. Влияет на аранжировку, он влияет на то, как будет все звучать, на саунд-дизайн, на всю вот эту историю. Вы, наверное, уже видели, но мы с Асей сделали песню, очень похожую на песни Монеточки, потому что мы детально проанализировали все песни Монеточки, разобрали, а потом пересобрали. И получилось что-то новенькое, что Монеточка еще не написала, но вполне могла бы. Вокруг приятного, все хотят нам, что объяснять, да, да... Я подробно покажу, как мы к этому пришли, как мы это проанализировали на примерах Монеточки и поехали. Начали мы с анализа аранжировки. Посмотрели все песни, даже табличку составили, видите? Мы не стали брать вот этот Я Лиза альбом, потому что в нем нет полной аранжировки. Мы взяли все, что со сказки для взрослых. Мы не стали брать новый альбом. Потому что в новом альбоме подход к аранжировке сильно поменялся в эстрадную сторону. Ну и мы выписали просто тональность для каждой песни. Выписали, как это называется, ступень аккорда. Соответственно, песня про ковчег, она, соответственно, в Ре миноре. В среднем получилось, что явно начинать нужно с первого аккорда минорной серии. И если посмотреть по тональностям, то в среднем где-то в районе Ля минора получается. Ага, мы взяли Ля бемоль. А если так было удобнее просто петь, это ближе к ее голосу. Но примерно там. Ля бемоль, Ля где-то вот в тех краях. Потом мы что сделали? Мы взяли среднее значение, но не среднее-среднее, а моду, если кому интересно. То есть самое часто встречающееся значение мы взяли по каждой ступени аккордов в куплетах. И получилось первое, третье, шестое, пятое. То есть в нашем случае. Ну и темп. Это реально средний темп из всех. Но средний взять не получилось. Было быстровато, текста много. Поэтому немножко растянули. Получилось не 112, а 103. Ну чуть-чуть помедленнее, ничего страшного. Вот, то есть мы совершенно научным образом эту аранжировочку вычленили. Давайте по саунд дизайну поговорим. Сначала мы, понятное дело, гармонию прописали. Потом примерно стали подбирать звук баса. Бас у монеточки всегда такой. С очень быстрой короткой атакой. Резко спадает. Очень коротенький состояние обычно у нее. Ничего такого сверхъестественного. Но посмотрите, сколько плагинов на нем. Вот, если все отключить, то бас будет вот такой. Это основной звук. Потом к нему добавляется немножечко синусоиды просто. Чтоб он был хоть чуть-чуть побасовее. Чтоб был хвостик такой у атаки. Потому что иначе он просто, ну, жиденький такой. Ладно, дальше насыщаем его. Потом компрессируем. Вот так вот жиденько без этой штуки. А вот так жирненько с этой штуки. Монеточка еще иногда пианино и дублирует этот бас. Просто низкими нотами. Ну, естественно, перед припевом у нее всегда бас замолкает. Вот так. Про ритм в басу надо сказать, что у нее всегда ритм. Понятное дело, что бочка с барабанов еще идет в сайдчейн компрессию на бас, чтобы в момент удара бочки сигнал баса чуть-чуть придавливался. Просто в момент удара бочки немножко давит его компрессор. Вот здесь, хоп, на чуть больше, чем на 6 децибел он просто ныряет и быстро-быстро восстанавливается. Просто, чтобы было чуть получше слышно бочку. Не знаю, делает ли так Витя Исаев, но я делаю. Барабаны. Ну, понятно, что бочка прямая, да? Здесь не надо вам рассказывать. Других вариантов у нас и быть не могло. В куплете, естественно, из барабанов только бочка. Ничего больше не должно быть. Плывем так давно, что забыли от... Лежу на них в ноги в правых дверцах. Мне нравятся монеточки барабанные бреки. Всякие переходы, они такие... Вот особенно песни про велосипед. Там офигенно. Там просто кака. И все. И так классно звучит. Все. Ну, и здесь чуть-чуть такое. Ну, и если уж смотреть, то снейр состоит из двух. Он состоит из снейра и из клэпа. Это удар в барабан, собственно. И вот такой клэп. Вместе звучат прикольно. Что вы, наверное, не замечали, это то, что у нее никогда... Когда нигде нет удара в тарелку, в крэш или в райд, или в сплэш, или во что-нибудь такое, когда сильная доля начала припева или что-нибудь такое, вместо этого у нее до этого удара идет развернутая... Такая тарелка, которая выполняет ту же самую функцию, акцентирует первую долю. Самих крэшей нигде нет у нее, не найдете вы никогда. Гитара у нее присутствует в аранжировке по мелочи. Это не самое интересное. Самое интересное, это когда у монеточки в гитаре появляется внезапный цой. Говорят, что причала нет, мы опрячь... Вот это вот. Мы не могли это обойти стороной, поэтому оставили вот такой рифачок. Все. Пианино, это вообще отдельная история. Обязательно у монеточки есть... В каждой песне... И мы его не могли ни сюда не ставить. Ну и у нее очень часто такой... Не то орган, не то пианинка, что-то такое очень расстроенное. Такой вайп восьмидесяток добавляет немножко эта пианинка. Так, ну естественно про голос, давайте поговорим про голос. Монеточка поет таким очень тонким голосочком, за что ее все хейтят, блин. Но это манера, манера. Не важно, как человек поет, главное, чтобы было круто. Когда мы придумывали эту песню... Но все топятся за шилпы, здесь не с кем напиться. Я... Руками тела юангела. Отправил... Никто не курит, не мусорит. Аси. Мой город Солдман. Референс. К сожалению, я дико извиняюсь, но я вам сейчас покажу, что я отправил. Где черной ночи, в белом-белом свитшоте, Лежу на самой дороге, Руками тела юангела. И это нужно было только для того, чтобы Ася поняла, в какой момент, какие слоги должны звучать. Почему я себя не мониторю опять? Как это все петь, этот странный навороченный текст? Непонятно, куда нажать? Из того, что мы с Асей нащупали, это вот эти интересные блюзовые внезапные ноты, которые в монеточке иногда проскальзывают. Очень много у нее мелодий на одной ноте, когда просто вот звучит Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все, одна нотка идет вообще без изменений. Из особенностей ее произношения, она очень четко произносит все гласные. Это была беда с Асей, потому что Ася Все гласные сводят в одну нейтральную гласную Э. Это мы профиксили более-менее. И стало больше похожим на монеточку. Это называется фонетическая редукция. Обычно на высоких нотах такая история, но, видимо, у Аси какая-то такая привычка. Ася очень круто спела все, что надо было спеть. Мы несколько раз это итерировали, приводили, чтобы стало похоже-похоже. А у монеточки, в отличие от всех современных исполнителей, все вещи отожжались вместе. Редукции нет никакой, но очень четко артикулирует, потому что текст это важная составляющая музыки, она опирается в первую очередь на текст. Одно из сложных для исполнения, то, что у монеточки нет вибрато. Хорошо, что Ася контролирует этот момент и учитесь контролировать вибрато. Потому что одно дело, когда вы поете А другое дело, когда вы поете Это совершенно разные вещи В монеточке, естественно, нет длинных нот Она не будет там Тянуть вот эту всю фигню Нет У монеточки в аранжировках есть эффекты Очень частый эффект у монеточки это свип-фильтр Когда мы берем и Хай-пас или лоу-пас Возюкаем туда-сюда И он у нас сделает Как клакушка гитарная Смотрите, что с ним происходит По мере вот И за счет этого убирается низы Он становится все более и более верхастой Ну и перестает, собственно, читаться практически в миксе Ну и, насколько я обратил внимание У монеточки на голосе и реверберация, и дилей Повтор, есть вот этот Что еще? Сэмплы Сэмплы у монеточки Я не знаю, где она их берет Не признаются, говорят, что это не сама монеточка Это какие-то реально сэмплы Тоже вот этот свип-фильтр раскрывается Это слово хорошо, которое сказал гугл-переводчик Если убрать все эффекты, да? Ну здесь много сэмплов Есть еще эффекты всякие Тут вот кто-то идет по снегу зачем-то Кто-то блюет Все, что надо Все как мы любим Пробка моя любимая У монеточки есть ситуации, когда вот этот звук становится элементом перкуссии Вот, видите? Ну и я не могу не сказать о том, что я назвал Внезапный Ханс Циммер Это было одно из самых сложных вообще челленджей для меня в этой штуке Слушай, я никогда не аранжировывал оркестры Это для меня вообще страшный зверь Я взял какую-то самую дешевую библиотеку, очень плохую Сейчас Саша Зелков будет морщиться Какие-то струнные Ну, в общем, вы слышите А, вот обязательно Как они называются? Литавры Добавляешь их и получается оркестр автоматически Но все это вместе, конечно, звучит очень эпично Оно начинается с пианины Добавляется к пианине слоями И развивают немножко такую оркестровочку Я ничего не понимаю в оркестре Что ты понимаешь? Совершенно не мешаю, как это делается Но вот какие-то интуитивно там накидал партии Здесь очень вот эта низкая нота очень контрастирует Вот так выглядит эта аранжировка Надеюсь, вам понравилось Спасибо, что до конца досмотрели и не перематывали Ведь именно вы классные Все хорошо, замечательно, сказочно Все просто волшебно Все чудесно, прекрасно И что-то там здорово, великолепно Бабочки милые паркают крыльями Где-то в районе кишок Все хорошо Да классные, классные